Снижение смертности и профилактика заболеваний. В результатах этой работы в регионе на заседании правительства отчитался исполняющий обязанности начальника департамента здравоохранения Юрий Кухтий. Ивановская область в числе 30 субъектов Российской Федерации, которые показывают снижение смертности. За январь-август текущего года умерло на 191 человека меньше, чем в аналогичный период 2014-го. На фоне снижения смертности мы все-таки показываем смертность выше среднероссийских показателей. Это и общая смертность от всех причин, это и смертность от онкопатологии, это и смертность от заболеваний органов дыхания и от болезней органов пищеварения. Мы в этом году очень радуемся, что снижается у нас смертность от дорожно-транспортных производств на 15%, но мы все равно продолжаем выглядеть хуже, чем в целом по России. Бич наших дней – смертность от болезни системы кровообращения. Однако в Ивановской области ситуация лучше, чем в целом по стране и в ЦФО. С целью предотвращения инсультов разработана специальная программа, согласно которой жители региона от 50 до 60 лет должны пройти доплерографическое исследование сосудов головы и шеи. В борьбу с онкологией включилось государство. Медикам ставят планку, которой нужно соответствовать. Смертность от рака к 2018 году в Российской Федерации должна быть снижена до 192,8 на 100 тысяч населения. В настоящий момент она составляет 207 в нашем регионе. Смертность от болезни органов пищеварения снижена в 2015 году на 9%, но все равно остается высокой по отношению к показателям ЦФО и России. На базе первой городской клинической больницы в ближайшее время открывается гипотологический центр, в котором будет осуществляться прием всех жителей Ивановской области. Вместе с тем следует отметить высокий уровень потребления алкоголя на душу населения, что является острой социальной проблемой и способствует высокой смертности отряда заболеваний, в том числе от алкогольных поражений печени и поджелудочной железы. Губернатор поинтересовался судьбой своего поручения, которое давал еще Михаилу Ратманову, а именно ввести в каждой поликлинике региона временные регламенты, касаемо приема терапевта, узких специалистов, сдачи анализов. Ответ губернатора не удовлетворил. Если мне нужно попасть к участковому врачу, сколько я очереди простою в обычной поликлинике? Если вы идете по электронной записи, то у вас порядка 10-15 минут. А если не по электронной записи? Если не по электронной записи, то порядка также 10-15 минут. Но на тех участках, где доктора болеют, на тех участках, где доктора на сегодняшний день имеют расширенные участки, это время может быть и до 20-25 минут. Население совершенно не волнует, болеет их доктор сегодня или нет. Поэтому у вас должны быть схемы нормальной замещения, и они не должны принципиально отражаться на очередях. Ирина Геннадьевна, я вас попрошу, организуйте, пожалуйста, по всем этим вещам летучие проверки во всех больницах, подложите мне результат. А вот диспансеризация взрослого населения проходит в штатном режиме. В этом году решено осмотреть 200 тысяч человек. Более половины процедуры уже прошли. Каждый четвертый нуждается в повторном углубленном обследовании.